Здравствуйте! На телеканале Десна ТВ новости в студии Олег Соловьев. Онлайн-диалог по вопросу распространения ковид-инфекции на территории Десногорска. Надо понимать, что все мы вместе должны создать атмосферу нетерпимости к нарушениям тех требований, которые мы с вами, общество, сформулировали. 10 декабря состоялся онлайн-диалог по вопросу распространения ковид-инфекции на территории Десногорска. Спикерами выступили сотрудники администрации города, концерна «Росэнергоатом», представители медицинских учреждений. Онлайн-встреча стала открытым диалогом между представителями местных средств массовой информации и органами власти, а также руководством МСЧС-135. Задавался широкий круг вопросов с целью откровенного обсуждения проблематики коронавируса. Это было вызвано в том числе ухудшением эпидобстановки в Десногорске с приходом второй волны инфекции. В штатном режиме работает и Смоленская АЭС. На градообразующем предприятии были успешно реализованы все распоряжения концерна «Росэнергоатом», госкорпорации «Росатом» и «Роспотребнадзора» по профилактике распространения инфекции. Сохраняется режим изоляции критически важных работников, который непосредственно обеспечивает безопасную эксплуатацию энергоплоков на базе санатория-профилактория «Лесная поляна». Часть сотрудников атомной станции переведены на дистанционный режим работы. Ежедневно у нас проводятся проверки соблюдения мер безопасности и санитарного режима в автотранспорте, в офисных и производственных помещениях. Методы работы изменили в том числе и в медико-санитарной части города. Так, за летний период медицинскому учреждению удалось подготовить материальную базу для работы с больными ковидом. Это средства индивидуальной защиты и медикаменты. Увеличено количество коек в ковидном госпитале. При поддержке администрации города и местных предприятий больнице дополнительно выделено 4 автомобиля, а также холодильное оборудование для хранения лекарств. В ближайших планах – приобретение аппарата компьютерной томографии легких в рамках модернизации МСЧ-135. Эта техника является одним из признанных способов диагностики новой коронавирусной инфекции. Финансирование предусмотрено уже на следующий год. Поэтому, как мы получаем средства, то начинаем программу процедуры закупки, поскольку помещение для компьютерного томографа у нас есть. По поручению губернатора области Алексея Островского, с прошлой недели в регионе идёт выдача лекарств для амбулаторного лечения коронавируса. Препараты включают в себя 14 номинований. Медсанчасть Десногорска выделено 1149 упаковок лекарств. На 10 декабря ими обеспечены 85 пациентов с уже подтверждённым ковидом или с подозрением на эту болезнь. Доктор, посмотрев пациента, выписывает ему необходимые лекарственные препараты, если он нуждается в лекарственной терапии. И в течение суток пациент должен быть обеспечен лекарственным надамом без посещения медицинской организации и без посещения аптеки. Доставку лекарства до пациента осуществляют члены волонтёрского штаба Десногорска. Они же временно пополнили штат сотрудников медсанчасти. Сегодня в регистратуру учреждения поступает около 150 звонков ежедневно. Поэтому помощь добровольцев там особенно нужна. Плюсом к нашим работникам работает ещё 4 человека. По 2 человека в 2 смены, с 8 до 12, из 12 до 16 у нас в регистратуре, которые также принимают звонки. Поэтому надеюсь, что со вчерашнего дня, наверное, дозвониться всё-таки стало легче. Весь имеющийся персонал больницы задействован в работе с пациентами. Штат распределён между отделениями. В том числе круглосуточно работает в ковидном госпитале. Часть врачей обслуживает пациентов амбулаторно. На просьбу МСЧ в пополнении штата сотрудников откликнулся Смоленский государственный медицинский университет. Достаточно быстро университет в лице ректора отреагировал. Сейчас у нас работает 5 клинических ординаторов, 2 клинических ординатора. Это врачи, анестезиологи, реаниматологи работают в ковидном госпитале. И 3 врача-терапевта. При этом даже в такой непростой для всех обстановке начальник Десногорской медсанчасти просит не игнорировать симптомы заболевания. Даже если на первый взгляд это обычные признаки ОРВИ. Ну а в целом дальнейшая динамика распространения ковида зависит от общей дисциплины горожан. Надо понимать, что все мы вместе должны создать атмосферу нетерпимости к нарушениям тех требований, которые мы с вами, общество, сформулировали. Дисциплина, она безусловно должна быть, степень ее строгости нужно смотреть уже по ситуации в зависимости от того, в каком обществе мы находимся. Участники онлайн-встречи будут и дальше находиться в контакте по вопросу эпидемиологической ситуации в Десногорске, а также обсуждать возможности применения отдельных успешных практик других атомных городов. На Смоленщине отремонтируют 10 общественных бань. Это является частью задач строительного блока, который предстоит решать областной администрации в ближайшие пять лет. Так, реконструкция парилок уже началась в селе Глинка и завершится до 2021 года. А в Ярцевском, Духовщинском, Монастырщинском и Вяземском районах намечен и вовсе капитальный ремонт таких помещений. В дополнение к этому, в ближайшие пять лет реставрация ждет еще 10 общественных бань. В Холможирковском, Сафоновском, Духовщинском районе и в Смоленске. А в Голынках и Киславичах помещение появится с нуля. Стоит ли ждать ремонта бани в Десногорске? Такой информации пока нет. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok